меня зовут вероника я сейчас нахожусь в городе шанхай в университете политики и права я студент и в пи курса я вот только что закончила свою программу и сдала последние экзамены спасибо почему в китае это наверное самый частый вопрос который задавался все последнее время мне собственно это было довольно таки спонтанно я всегда вообще любила азию мне очень нравилось смотреть фильмы азиатские я любитель вообще хорошего кинематографа и в китае есть несколько режиссеров которые мне очень нравились например вон карвай и вообще один из моих любимых режиссеров очень много событий произошло в моей жизни которые так или иначе сводили все к тому что я испытывала интерес к азиатской культуре плюс когда приближалось время кега выпускному экзамену в российской школе и я должна была сдать его на очень высокие баллы чтобы поступить туда куда я вроде бы хотела но не была уверена я хотела поступить на востоковедение и изучать китайский язык непосредственно в российском университете но баллы были очень высокие было все равно страшно и внезапно я увидела рекламу сисия где рассказывали из довольно таки сказочные условия то что не нужно ни г ничего то что нужны только ваши усилия и ваши желания ну собственно почему нет почему не попробовать что я от этого ничего не потеряю мне не нужно было сразу переводить деньги меня потом окончательно спросили хочешь поехать учиться в шанхай я сказал хочу и я оказалась здесь в мае этого года меня поселили в обычное общежитие было довольно таки грязно первое время в этой комнате и было очень много жуков первый же день пошла в магазин купила все необходимые средства обработала комнату все вычистила отмыла стены и мне последующие дни не заставляла никаких проблем жить там мне никто не верил из российских студентов что здесь возможно жить на не больше чем на 15 и они в день в этом университете все предполагали что чтобы жить в шанхае нужно тратить больше 40 тысяч месяцев все зависит от вас и от ваших предпочтений и как часто вы будете вообще куда-то выходить как будете учиться и что будете есть и как час иногда я даже укладывалась меньше чем 12 они в день и абсолютно наедалась и не голодала завела себе несколько друзей здесь уже в китае в шанхае непосредственно в городе очень легко найти иностранцев если поедете в центр то они тут просто везде и иногда кажется что тут русские просто постепенно завоевывают шанхай смотря на то что я учила китайский до этого с репетитором а мой пиццу был русский естественно она не говорила с акцентом то есть немного научить всему и когда я приехала сюда и осознала что ничего ничегошеньки не понимаю как будто бы я приехала с самого нуля вообще первые дни вспоминаю что я боялась ходить в столовую боялась ходить в местный кентин чтобы заказать себе еду потому что я не могла говорить а по-английски никто не понимал я поехала учиться на бизнес то есть все мои предметы входила экономика и чуть более сложная математика финальный экзамен это самое важное это китайский язык стать чтобы получить сертификаты и прочее и поэтому тоже правила повторяли читали тексты но в основном был упор на профильные предметы на математику особенно много в сисен уже на и фибик курсе очень важно уметь понимать тексты и анализировать чтобы отвечать на вопрос я очень много занималась мне добавили дополнительные часы китайского были дни когда я вообще не покидала аудиторию даже на обед оставалась никуда не уходила учила потому что нужно было догонять как можно скорее иначе я просто не смогла бы сдать экзамен было невероятно трудно были срывы писала своей маме жаловалась но как бы она меня подбадривала все это время говорила все это жизнь я такая хорошо я продолжала учиться и внезапно я стала осознавать что я уже гораздо больше знаю я могу читать тексты по экономике и понимать о чем там говорится я могу отвечать на вопросы я могу решать сложные задачи по математике и я рассматриваю диалтун как свой будущий университет и вот жду приглашение оттуда диалтун все в моих руках все мои силы я считаю что за четыре месяца я сделала огромный шаг вперед учительница по математике абсолютно очаровательная женщина очень милая очень добрая всегда раздавала вкусности на уроках и до сих пор нас угощает она и хорошо разбирается математике и как учитель они все очень преуспели учитель по экономике тоже замечательный человек и все учителя не только интересные как преподаватели не только сильные но еще и интересные как личности несколько раз организовывали нам званый ужин у них дома и мы приходили с одногруппниками и ели китайскую еду приготовленные ими же то есть было очень здорово конечно я сама очень люблю их пойти в клуб и всякие подобные развлечения мне очень нравится музеи посещать и всякие разные развлечения очень очень люблю но нужно осознавать то что вот в этот курс и пипи нужно вложить максимум усилий для своего же будущего потому что эти деньги которые вы вкладываете в пипи курс это ваше вложение в себя это ваши инвестиции в себя уже но вам нужно не только деньги вкладывать но еще и умственные усилия прилагать для того чтобы действительно стать успешным человеком вот сейчас делать усилия чтобы потом было легче вам спасибо